По сравнению с прошлым годом Ряд факторов, конечно, сказался именно по вместимости фанатского сектора, именно по расположению И немножко билетная программа нас подвела в том плане, что нам нужно было просто необходимо уместить всех болельщиков с двух секторов Лужниковских трибун на один, по сути, сектор ВТБ Ледовой арены Поэтому немножко не все получилось так, как планировали и сказалось это на именно качестве поддержки Собрались клубы болельщиков, договорились, что увеличиваем вместимость фанатских секторов Если в прошлом году это было только 205, сейчас мы затрагиваем еще 206 сектор Почему это сделано? Потому что в прошлом году на 206 секторе в основном покупали абонементы люди, которые, ну, говоря, называющие своими именами, просто покупали дешевый абонемент И многие из именно тех, кто покупал абонемент на 206 сектор, очень плохо ходили То есть у нас есть статистик посещаемости, которая показывает то, что в основном люди ходили на топовые матчи и на плей-офф Для таких людей у нас будут предложены немножко другие места и немножко другие категории абонементов в этом году А именно фан-карта, она будет для тех, кто хочет активно ходить и качественно поддерживать команду А градация цен введена от 3 до 9 тысяч на вот эти фанатские сектора Соответственно, если ты отходил более 75% матчей, пожалуйста, у тебя есть возможность купить абонемент за 3 тысячи Я считаю, что это более чем льготная цена, даже с учетом того, что не будет плей-офф Соответственно, если ты ходил чуть хуже, это 5 тысяч, 7, и если ты совсем плохо ходил, это 9 тысяч Ну, как раз такие люди должны будут, в моем понимании, отсеяться и пересесть на другие сектора Чтобы освободить, скажем так, места для фанатов, которые хотят активно поддерживать команду Потому что в прошлом году был спрос, но мы не могли туда посадить людей Потому что все абонементы раскуплены, и, соответственно, получилось так, что места очень часто пустовали Это порядка 35% мест у нас в большей степени простаивало, это плохо Карт болельщиков, да, у нас в этом году немножко видоизменится все касательно карт болельщиков Во-первых, у нас в прошлом году была категория студент, мы ее убираем, и студенты будут посещать матчи немножко на других условиях Будет категория бронз, останется категория сильвер, и появится категория голд для, скажем так, болельщиков, которые будут хотеть наибольшие привилегии Категория бронз, в принципе, в большинстве своем оставят все как есть Это приоритетное право на покупку абонементов на фанатские сектора, как раз, то есть без карточек у болельщиков туда не приобрести Это приоритетное право в выкупе билетов на хороший матч, это приоритетное право в посещении выездных, игр, клуба, мероприятий закрытого характера, которые в этом году будут проводиться обязательно. И это будет жестко отслеживаться, потому что раньше мы более лояльно относились, но сейчас будет есть карта болельщиков, пожалуйста, нет карты болельщиков, ребята, это в очередь. Сначала для наиболее лояльных наших фанатов это все будет предоставляться. Для обладателей карты болельщиков категории «Сильвер» у нас будет специальное предложение на покупку абонементов на центральные сектора. То есть там будут довольно-таки существенные скидки, от 2,5 до 3 тысяч рублей на абонементы оранжевые, красные, серые категории, ценовые категории. Для фанатки именно будут такие привилегии, что владельцы карты болельщиков будут получать плюс 3,5 матчей, в зависимости от категории карты болельщиков к посещаемости. То есть если ты, грубо говоря, посетил 21 матч, то купил карту болельщиков, у тебя автоматически 26 матчей. Соответственно, опять-таки, цена будет существенно ниже на абонемент, и я думаю, это будет ощутимо в цене. Также у нас добавится новая функция, скорее всего, будет осуществляться доставка билетов на гостевые матчи, которые мы реализуем в Москве. Просто далеко не все болельщики, к сожалению, могут вырваться с работы, допустим, во время продажи билетов на матчи с ЦСКА, с Спартаковым, которые осуществляют с клубом болельщиков. А тут будут работать курьеры, которые там за совсем копеечные, скажем так, предложения будут развозить эти билеты. Самым главным на данный момент плюсом по картам болельщиков, это будет введение личного кабинета на сайте клуба болельщиков. Каждый болельщик сможет зайти туда, посмотреть свои баллы по бонусной программе, обменять их на какие-то подарки, какие-то привилегии, может быть, на билеты, на матч. Будет, соответственно, для них формироваться определенное предложение в зависимости от их предпочтения. Допустим, люди человека, Александра Еременко, ему подарят футболку, или предложат купить футболку с Александром Еременко, или наоборот, Андрей Миронов, какая-то атрибутика абонемента, который продается без плей-офф, а владельцы карточки клуба болельщиков в категории Silver и, я думаю, категории Bronze тоже, скорее всего, будут получать приоритетное право на боку билетов на матчи плей-офф. Это тоже большое подспорье для болельщиков вступать в наши ряды, потому что далеко не все, к сожалению, смогут купить себе абонементы, как это было в прошлом году, но терять своих болельщиков мы не хотим ни в коем случае. Для категории Silver и Gold сейчас определяемся, для кого точно и какие именно, но привилегии в выходе на лед, допустим, с ветераном, да, знаете, я думаю, для категории Gold будет, или поздравить игроков после окончания матча, вручить им памятные подарки. Мне кажется, это довольно-таки интересные бонусы, это, скорее всего, будет осуществляться в бонусном кабинете, в личном кабинете бонусная программа. Выходишь, выбираешь и получаешь такой подарок. Очень приятно должно быть. Плюс, самая главная подарочная часть, наверное, это будет проводиться каждый месяц лотерея для каждой категории карт отдельно, и болельщики будут получать интересные призы. Это будет эксклюзивная атрибутика, которая не продается, нигде нельзя купить, с автографами игроков, допустим, шайбы игровые, или свитера игровые, или клюшки хоккеистов, или футболки с их автографами. Соответственно, вот такие будут разыгрываться подарки, и каждый месяц для каждой категории карт, я думаю, у нас будет много довольных ребят. Выездная программа довольно-таки интересная, может получиться в этом сезоне проект календаря, мы уже видели. Китайский матч довольно-таки интересный попадается. Сейчас будут пары выездных матчей в другие тоже города, в другие страны в выходные дни. Будет интересно. Постараемся максимально приблизить эту программу к тому, чтобы болельщиков как можно больше выехало на эти игры, и побить, допустим, посещаемость плей-оффа Ярославского, когда у нас там около 800 человек выехало. Вполне возможно, что в этом году выезда будут и более масштабные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!